Ну что, ты не нашел таблицу фторирования воды по миру? Поль Брек то что написал, что фтор это яд? О, ты че тут? Прихло с Челябинска автостопом в дальнобоя Смотрел, сидел дома, смотрел после этого И в последний раз, когда Донецк обложил Ну и в последний раз, когда дома будут Обложили остановку Есть и женщины дома Сколько народу погибло И просто-напросто уже Решил, что хватит посмотреть на этих фашистов Ты кто-то же должен воевать Мне отец говорил, что это не я Отец так говорил Все говорят, почему я Мы же должны помогать друг другу Ну, русские Своих не бросаем Пожелать не терпеть Все, больше нету сил терпеть Круга можно терпеть, это фашистов Приедем копеечек Приедем двоечек Давай, может включим что-нибудь другое? Или Или просто поболтаем о чем-нибудь? Немножко Я принял Заврежь, что может без случая Вот, этого Забывает Здесь Я принял Да, лучше поговорим, друзья, о Павленском. Да, вообще что-то безобразие какое-то. Лесное, да вообще какое-то чудище. Да ж надо вот эти яйца мошонку лебить. Правильно его там во Франции взяли или в тюрьму, или в психушку засунули. И всё, ни одно средство массовой информации. Да вроде его выпустили, я смотрел что-то. Выпустили, да, потом выпустили. А у нас его побоялись, потому что все вопли раскрыли. Типа он борец за свободу. А во Франции он уже не борец за свободу. Там то же самое сделал, его сразу же начался. И все, главное, молчат. Вот эти, которые говорили, что у нас тюрьма народов. Блин, надо подумать, почему им так произошло. Потому что, когда нам плохо, то для них это хорошо. Они кричат, что там борец за свободу. А когда у них он то же самое делает, то он просто там преступник. Они не вицемеры. Они не вицемеры. То, что он это сделал СПЗБ, нам что ли плохо сделал? По-моему, он просто хорошо сделал нам. Если бы он был полностью... Хорошо бы было, если бы он здание ЦРУ бы поджег. Это хорошо. Он бы это хотел поджечь. Потому что он сумасшедший. Там делает, здесь делает. Если бы он сделал это с нашим и с их... Это было бы хорошо всем нам, всему простым людям. Потому что есть простые люди, а есть власть имущие. Если бы он какого-нибудь олигарха... Не знаю, что сделал. На бутылку посадил. Было бы хорошо нам. Кому нам было бы хорошо? Нам плохо вот этого было бы. Было бы нормально. Нам было бы... Если бы он деньги раздал нам. Взял у олигарха деньги, забрал из банка. И нам отдал. Нам бы это было хорошо. Потому что банк... Это... Они ничего, кроме... Ничего хорошего нам не приносят. Банк. Правильно, что он банк. Просто он... Такую акцию сделал. Но... Суть в том, что... Когда он у нас... Страну раскачивает... Это хорошо. С их точки зрения. Когда он то же самое сделал у них... Его сразу же молчат. Спрятали. И все. Никто не говорит, что он борец за свободу. У нас... У нас он совершает действие. Он борец за свободу. Он ничего не рассказывает, что он один человек. Он ничего не может изменить. Так. Другие же психи на него смотрят. На дурки. И потом устраивают в Москве... Эти... Апции. Посмотрели, и будет. Надо съебывать, блять. Да ничего не устраивает. Требует его освобождение. Плакаты. Да это ничего не меняет. Они ничего не поменяют. Невозможно. Вон в Украине поменяли. Там просто один олигарх другого сместил и все. Это очень простой человек. Ничего не меняет. Не может менять. А теперь, когда тотальная слежка, камер наблюдения, здесь сейчас скан, скан, и новые оружия изобретают, которые будут применять против противствующих. Ничего. Ничего вообще. Все, все будет под контролем абсолютным, как в Китае. У меня вот лично к банку частному подходил. Фак показывал, ей фотал плакат, плакат его. Свой средний палец. Там как бы он указывал на лик этой, которая там, которую туда поставили, как рекламное лицо. И выложил контакт. А сейчас там знаешь, кто у них новое лицо? У кого? У этого частного банка. Так их же полно. Да их полно. Там Познер, все эти. Все, все, все вот эти вот из высшей тусовочки, короче. Там теперь у них этот Баста. Представь. Баста это типа рэпер от народа, который типа такой простой пацан, там знаешь, бандит такой типа. И он продался этому банку. Представляешь. И он стоит. Рекламирует банк. Рекламирует банк. Он стоит так, руки, так знаешь, вся поза такая высокомерная. Взгляд такой высокомерный, презрительный. И татуировки еще на руках не стыдится показывать. Типа, ну короче, бандит какой-то вообще. Я спросил там у одной бабушки. Что вы думаете об этом? Что он чувствует? Она говорит, да ничего они уже не чувствуют. Они совсем не хищники. А сама пошла в этот банк зачем-то. Не понимаю. Туда ходят люди много. Что они там забыли блин? Что они там делают? Я не знаю. Я даже ни разу не заходил. Кредит берут. Почему они не Сбербанк берут? А Сбербанк это примерно то же самое. Только Сбербанк он более давно уже. Он считается надежнее. А бабушке-то зачем какие-то там брать? На гроб что ли? Может идёт заплатить какие-нибудь платежи за квартиру? Да просто какой-то... Ой, господи. Считаешь не существует высших сил? Иисуса, Люцифера, Яхве, Машааха, Будды, Бога, Какой-нибудь еще какой-нибудь бога. Риптилоидов, как думаешь? Или инопланетян? Демонов? Как думаешь? Ну что-то существует. Должно быть. А где? Как это... Как это... Ну... Ну что интересно, что Люцифер, он сострадал простым людям. Он дал им свет. Его за это... На страдания брюкли. То есть... То есть хорошего человека, на страдания брюкли. То есть смотри... Ну не человек, а божество или кто ангел. Ну я имею в виду какая разница. Ну, есть разница, но я просто назвал человеком, потому что понимаю, что он ангел. Вот смотри, ангела за то, что он добро сделал людям, обрекли на страдания, на вечное. И это значит, что тот, кто страдает, это хороший человек. Это... То есть если Люцифер страдает, то... Ван Гог, смотри, страдал... То значит, если... Я страдаю... Значит, я... Хороший человек, хороший... То есть... Если такие великие люди или божества страдают, которые делают что-то хорошее, когда ты за хорошее страдаешь... Или Иисус, например, пострадал... Или Иисус, например, пострадал... Я считаю, что я думаю... Это любая война, любое курение, алкоголь. Но алкоголь, да, алкоголь в том числе, это все создано теми, кто вверху пирамиды, чтобы разобщать и наживаться, выгоду получать и сокращать численность тех, кто внизу пирамиды, простых людей. Да они вот все делают, все это показывают, все эти прогресские фильмы, что война это круто, типа, воевать, настоящий мужик. И просто им надо сократить население, получить, заработать на оружии, на войне, там еще на чем-то. Они устраивают, я вот что думаю лично, субъективно. Я думаю еще субъективно, что возможно даже Вторая мировая война была, была ради чьей-то выгоды, ради третьих лиц. Так об этом же известно, что банкиры в Америке спонсировали, я разговаривал там с одной, они двум сторонам помогали. Они уничтожали просто население. Они хотели, когда эти друг друга перейдут, уже в конце вмешаться и победить самим. В итоге они на войне заработали. Так кто хуже? Они стали со самой богатой. Кто хуже всего? Банкиры. Банкиры хуже всех на свете. А кто? Об этом никто не сомневается. Как это не сомневаетесь? Ты говоришь, вот этот Павленский причинил вред этому банку, и то он там ничего не причинил, его быстро потушили. Ты говоришь, что он плохой. Это хороший поступок, он сделал на самом деле. Просто он ничего этого мне не доказал. Он просто подал пример, чтобы люди, но люди ничего не стали делать. Я это акцентирую не на том, что он сделал. Он сделал у нас сначала, потом там сделал. У нас он против государства боролся, а у них против частных банков это разные вещи. Частный банк это когда один или несколько человек наживаются на народе, А государство, оно может быть тоталитарным. Просто закабалять народ законами, дурацкими, типа налогами огромными, запретами. Или жестоко обращаться с простыми людьми, как с холопами. Вот например, как это припасное право было в банке. Ладно, не было бы банка. Он бы два-три дня мирно сидел там во Франции, потом бы пошел в полицейский участок под жопу. Тогда бы что? Так же бы его посадили там. Тогда бы его жестче посадили. Ну, жестче. И так же бы никто из средств информации не говорил, что это борец со свободой. Они только говорят, когда это у нас происходит. Вот у нас. У нас он ни одного полицейского ничего не сделал никому, кстати. Потому что его бы сразу там... У нас все, что он делал во вред в стране. Да какой вред? Он борец за свободу. Все, что он у них делает, он переехал к ним. Все тихо, все спокойно, ничего. Да он делает то же самое, что делают анархисты там. Они каждый год там устраивают. Вот анархисты, которые у нас. Да у нас нету анархистов. Почти нету вообще. Их всех уничтожили. Всех скинхедов, анархистов почти нет. Пересажали. А там у них есть. Там с ними борются. Но... Просто... Он ничего не причинен... Может сказать, он либо ничего не сделал, либо... Он, короче, может стоять, ничего не сделал вообще у нас. Он просто... Занял работу нескольких полицейских там... Это... Гвоздь... Выдергивать... Из... 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 Продолжение следует...